Котёнка не задавили. Стой, 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 малыш. Блин, при нас, потом мы. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Иди ко мне, иди. Сиди, малыш, иди. Иди, иди. Иди, не бойся. Сиди. Ты какой-то породистый. Ты чей-то, да? Какого хрена тебя выпустили? Чуть под машину не размазала. Прямо на наших глазах. Что? Там, походу, остальные. Сиди. А их было два? Там ещё один, ты слышал? Ещё один был. Возьми его, сядь. Я пойду туда, посмотрю, где ещё один. Чуть машина не раздавила. С ним только до того, когда не подпускай, чтобы он не заразился. Ещё один кричал, это 100%. Мы едем, короче. И он выбегает на трассу. Его чуть не сбивает машина, которая впереди нас ехала. Он назад, потом хочет к нам под колёса. Я так перепугалась. А скорость же? Молчание. Держишь? Ну, это породистая кошка. Да, это девочка. Там ещё, вот ты слышал ещё один мяукол? Да, где-то там. Где-то там. Именно через дорогу. А, у цыганей. Да. Я не нашла никого. Может, ещё раз пойти? Вон они. Это вся улица цыганская. Они там сейчас все собрались. Скорее всего, то, либо котёнок, но он остался там. На той стороне 100%. Так я ходила. Но он 100%. Его, скорее всего, забрали. Кто-то забрал. Вот ещё. Может, я ещё здесь гляну? Пока пусть тут будет. Мы с Игорем пойдём глянем. Короче, мы всё обошли. Ничего не нашли. Больше. Ну, это породистая чудо, конечно. У меня всё-таки подозрение, что это могла быть мамка. Нет, нет, у меня глаза горят. Что, Игорь, хорошенькая? Да. Нежная, мучащая. Чуть труб не получился. Да. Лепёшка взмятка. А так вот, красавица. Вторая Толя перепугалась, убежала. Это сама ко мне побежала. Ой, какая хорошая девочка. Всё. Игорь, у тебя прибавление. Тенёчек, потом хулиганочка вот эта. Булочка, цветотик, пирозотик. Ой. Смотрите, смотрите, прикол. Оп, оп, оп. Хаил Александрович, ты весь, подожди, заблюренный. О, всё, разблюрился. Это один Котофеич, там второй Котофеич. Вот тут третий Котофеич. Давай всех Котофеич в Катизол, а? Ага. Хотя бы одного вот этого. Без вакцинации. А, вот этого, давай. Ну, ты только-то хочу Катизол. Ну, Кер, ты Мишу не узнал, что ли? Говорит, а кто меня погладил? Ну, Кер, ты чё? Это кто? Ты почему ноль реакции? А как он? Он голодный. Поехали. До десяти, сейчас у нас полчаса осталось. Ну, поехали, оставим. Подожди, а мы мясо куда будем грузить? У меня там всё в вещах. А сколько там мяса? Ну, сумка одна. Если нет у животных, машины не было. Я бы это поставил себе в ноги. Нет, Миша, там всё забито вещами. И там тоже? Ну, можно его в кошкам сейчас определить и всё, и поехали. Что, хорошая штучка? Теперь смотри, как он спускается. Да, смотри. Мама ещё не знает позвать маму. Нет, мы сами к ней придём. Мама, давай. Держи, держи за ошейник, чтобы он ногу не напрягал. Что это? Татюшка покакал, пописал. Потом только домой поливает. Даже в розы кошку засунули. А он любит это делать. Рэй, ну-ка, иди на места. Иди на места. Ой, в каком-то красивом... Мамулькин красоту в моём платье. Батюшка. Ну как вы, как приехали? А вы что-то выете и набираете кошек. Одна, вторая. Что это такое? Да ты моя золотая. Ой, красавица. Как ты выдержала там столько, а? А мы по очереди с Игорем ехали. Нет, вообще там. А вообще, у меня не было выбора. А где Миша? Пошёл в Нухеру песчинкакин. Ему просто по ступенькам нельзя лазить. Мы думаем его в котизал. Там всего три ступеньки вниз или четыре. Мы его на весу как-нибудь сейчас спустим. Котизал это с кошками где? У Персика шерсть отрастает. О-о-о. Ну-ка, тихо. Заходите. Рэй, 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 рэй. У него шерсть отросла, да? Красиво стало? Отпусти его, пусть попищит как он сходит. Ну вы как, что скажете, у него лапа ровная, вы видите? Помогли забраться, вверх ему можно, вниз нельзя. Вот что он хотел, чтобы мама ему уши мяла. Мама еще писала в комментариях. Он хочет, чтобы ему ушки помяли и спинку почесали, все, ой, все, ой, он в квартире Фильдиперцева жил. Миша, поехали мясо купим. Мам, двери не открывай, чтобы он сам не спускался. Рэй такой, так, что тебе там сделали с лапой? А, Рэй что, скучал, орал? Ты смотри, что он с дверью сделал, Гаян, стучал, орал, он двери спускал. Ну Кера искал, все время на улицу требовал, чтобы пойти поискать, ну Кера. Все, мы поедем за мясом, так как закончилось, нечем кормить. Ты ему дай воды хорошо, мам, пусть попьет. Майя. Сейчас поймешь, почему я была в больнице. О, жесть. Блин, может я сейчас в врачу? Так у нее это несколько дней, я просто не могу понять, тут видно хорошо, а там просто какой-то пятна. Я думаю, что за пятна там? У нее уже так не делюсь с ним больше. Она похудела, мне кажется, Миша. Это вот тут, и сзади где-то, вон, видишь. Она так ложится, она как затихает. Ну вот 8 утра прием, не кормить. Ну вот сегодня вечером покормить и все. Да, пойдем. Она уже ничего не кушает, я печень вареную, окажется, улыбкой кушать. А так она не хочет ничего кушать. Мы приехали в супермаркет, у меня ноги еле ходят, у меня с последних сил. Идем мы с Мишей. Сейчас возьмем мясо, потому что нечего еще кормить. Даже ну первую таблетку некуда сувать. Дешевле, чем в собачьем магазине. Ой, сейчас кошки будут счастливы. Они дешевле, чем в собачьем магазине. Ой, красота, погнали. Михаил Александрович на рыбу взял. Или они ее хохло едят. Сельдь, да? Собаки скушают, у нас безотходное производство. А уже завтра полноценно закажем. Вот так все у нас красиво получается. Это раз пакет, это два пакета. Вот, на три. 700 почти. Смотрите, кто нас в машине ожидает. Опа! Беззвучный кот. Ой, кто это там? Миша, 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 Миша. Хищник идет. Хищник учуял мясо. Главное, чтобы он не сбежал. Вот эту всю лежак нужно забрать. Давай я заберу. И убежит он? С котом. Ну что, мы в моей спальне. Кузя отсюда мама убрала, потому что она пускала мою кровать. Мы сейчас спальне готовим. Клетки. Как готовим? Я бесила, Миша готовит. Будем их тут расселять, потому что места вообще нету. Вообще-вообще. А Кузя в кабинете пришли. Как тебе китенок? Он похож на тебя. Все, вставь. Ой, ты маленький. Ты такой маленький. Сейчас, Миша, мама с китенком знакомится. Мам, как назовем? Под колеса чуть не попал. Мы едем. Уже остался час до Ставрополя. И передо мной машина. Он бежит через дорогу и пытается под ее колеса. Вовремя стартует назад. Потом под нашу машину. Понимаешь? Хочет перебежать эту трассу. Я остановилась. Схватила. В это время где-то стал мяукать другой котенок. Мы искали того. Это породистый, вы видите? Да. Я уверена, что это породистый. Это как Сиамы? Да, да, да. Он на чей-то там с двора вышел. Там же дома были. А что ты это забрала, если чей-то? Ну, считай, пусть машина задавила. Он же выскочил. Его почти машина задавила. Ну все, пока он маленький. Ой, смотрите, как все готово. Пока маленький, пока породистый. Пусть он заберет его. Да я бы зад. Пусть только заберет. Ой, как мы лежим. Все. Зачем ему клетка с эспириной? Он себе нашел место спать. Каяна на кровать. Большая. Обосранная. Ну это, не, мы убрали, чтобы все. Самое то, что надо прям. Ну он чувствует запах кошки. Все нормально. Значит, кошка здесь была. А второй прячется там. Вот ему вот такую клетку, а я вот такую клетку. Все, спасибо Мише огромное. И продезинфицировали с мамой. Идем. Давай, давай. Смотри, что есть. Смотри, что есть. Смотри, что есть. Это вам ее намного раньше нашли. Опа. Давай, 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 давай. Сюда. А что с мамой поставили там? Ну, его так убирать легче лишь. Ну, тогда сюда нужно, чтобы не рядом сто лет там был. Ой, пока так жить. Простите, конечно же. Нет, это не важно. Так, это у меня что, лежак тут хороший есть. Да. Ага, вот с водичкой мама несет. Мам, какие вы у меня все золотые. Ты же столько радости. Сколько детей будто рады были. Мы не играем. Мы мучаемся с ними. А что? Живут. Живут. А, живут. Иди. Он, прикинь, уже был уличный. Ну, все. Старые добрые времена. На, писал. И потом там на кровать диване спать. Ну, что мы сделаем? Ну, хулиган он в Сиеруси. А где вы куда посмотрите? Иди зайди туда. Ребята, не переживайте. Все аккуратно залезло. Мы не смогли его остановить. Самое главное, чтобы он не падал, не шандарахался, ничего. Чтоб все было аккуратно. Так, чтоб без людей не спускался. О, друг. О, друг. Не знаю. Вдвое больше информации я тогда выставляла в благотворительный телеграм. Ссылка будет в описании. Я там выставила в режиме реального времени, как мы были в Москве, как ехали обратно, подобрали новеньких, какой конфликт там был, и как все-таки вернувший Ставрополь обернулась история с теньком, с котенком, которому подшивали челюсть, и какие у него страшные патологии были еще обнаружены, из-за чего мы его потеряли. Все это и намного больше в благотворительном телеграм-канале. Подписавшись, вы будете в курсе всех событий, и подпиской поддержите наше дело. Также на данный момент Боня в Москве. Сегодня у нее должна была быть операция по онкологии. Что случилось и почему она не состоялась, выставила на открытый. Можете зайти и посмотреть. Все ссылки будут в описании. До свидания.